Туристический бренд должен привлекать людей, которые приезжают в нашу республику с разными целями. Чтобы отдохнуть, попутешествовать, решить деловые вопросы или посетить различные мероприятия. Кто наш турист и чем его привлечь? Споров сегодня было немало. Одни считают, что туристов может завлечь природа Башкирии, и именно она должна быть в основе бренда. Другие говорят, что этим сейчас никого не удивить. Ну, два момента есть деловой туризм. И второе, это, наверное, все-таки наша природа. Если мы говорим про Урал, то это, на мой взгляд, гораздо более сильное позиционирование может быть. Позиционировать горы, ну, не только у нас горы. Позиционировать там водоемы, ну, покруче есть водоемы. У нас нетронутые природы. Люди едут именно в Башкирию за этим. Должны пройти годы, чтобы бренд прижился и начал работать. Поэтому сегодня звучало предложение начать работу с создания брендовых мест. Именно по такому пути пошел Татарстан. Все знают остров Грацвиярск и древний город Болгары. Такие места могут появиться и у нас. Например, пещера Шульганташ или геопарк в Мечетлинском районе. Обратиться к истории призывали некоторые участники обсуждения. Мое предложение будет вернуться к сарматскому золоту, вернуться к тем корням, которые здесь были. И вот в этом искать эту уникальность. Тогда мы сразу всему миру становимся известными. У нас есть башкиры со своими обычаями, с лисими пластами, с его орнаментами, с его историей, с культурой и все прочее. Сегодня туристу мало увидеть. Ему нужно что-то увезти с собой. Лучший сувенир – мед. У этой идеи были как сторонники, так и противники. Визитная карточка. В первую очередь, это мед. И когда я передаю мед, то сразу говорят, ну понятно, это башкиры. Бренд был когда-то. Это жестяная банка, вот такая высокая, с медом. И на ней салават вилает. Мед, ну, тут уже вообще даже обсуждать не стоит. У нас есть прекрасный музей имени Кузеева, в котором хранится сарматское золото. С точки зрения дизайна, извините меня, там, ну, у нас на сегодняшний день таких искусных умельцев не существует. Это не пчела, это не соты, это не еще что-то, что уже замылено, набило оскомину. И не то, что узнаваемо, а вызывает определенное отторжение. Есть одна идея, которая появилась, в принципе, практически сразу, когда мы начали работать. Все то, о чем здесь говорилось и говорилось на другом круглом столе, оно прямо туда хорошо укладывается. И говорить рано, во-вторых, концепция может поменяться. Сегодня у многих регионов России есть бренды. В основе особенности региона и то, зачем можно приехать и на что посмотреть. Например, оригами – это бренд города Краснокамска, который окружен лесами и производит бумагу. У Астраханской области – это волны. У города Клин, в котором Желчайковский – звуковая диаграмма. А в бренде Ижевска можно найти рожок автомата Калашникова. Есть бренд и у Стерлитамака – три горы, три реки, три района, три гуси на гербе. Число три легло в основу идеи. Бренд города – треугольник. Сказать, что прямо успешных проектов по территориальному брендингу в России не можем. Есть интересный проект Татарстана, который недавно сделан. Есть интересный проект у Мурманска. Каким будет туристический бренд республики, пока решают специалисты из разных областей. Ближе к весне, когда появится визуальное воплощение брендов, их представят жителям Башкортостана. Алина Таюпова, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.